Я хотел просто сказать слово о Суккоте немножечко, потому что это очень важный праздник и для евреев, и для тех, кто собирается в Царство Божие из бывших язычников. И мы с вами будем говорить немножечко о том, как вообще все обстоит дело в мире по этому поводу. Книга Левит, мы прямо прочитаем книгу Левит, 23 глава, с 33 стиха. «И сказал Господь, не все ее говоря, Скажется нам Израилем, с 15 дня того же седьмого месяца, сейчас у нас седьмой месяц, если кто не знает, все думают, что первый по еврейскому кандидру, но на самом деле седьмой, потому что первый месяц по еврейскому кандидру у нас месяц Неса, месяц, когда празднуется праздник Песа. Итак, того же дня, того же седьмого месяца праздник Кущи, семь дней Господу». Обратите внимание, что здесь я буду комментировать в процессе чтения Библии, что эти семь дней мы должны посвятить кому? Господу. Потому что на самом деле у этого есть пророческое значение, у этого праздника, потому что еще раз, я не буду возвращаться в ту лекцию, которую я когда-то проводил на конференции по праздникам Господним, но я рисовал такой циферблат праздников, календарь такой праздников, как кто-то его там окрестил, еврейский календарь майя. Но он на самом деле не календарь майя. И он выглядел примерно вот таким вот образом. То есть есть круг. Не видно, да, ничего? Есть круг. Я всегда шучу. Это говорит, в чем говорит разница между человеком и любым другим животным, да? Только человек может без отрыва нарисовать круг и прямую линию. Он говорит, «Почему ты сколько-то я не человек?» Ну, я могу на их зале. Окей. Начинается у нас все с праздника какого? Песа. Окей. Дальше у нас есть праздник Шавот или Пятидесятница. Дальше у нас есть праздник Трубного Зова, да? Это тот праздник, который называется сегодня Рошашана. После этого у нас есть Йом-Кипур. Йом-Кипур. И в этот день что у нас? Суббота Смирения, да? Это день, когда мы очищаем души наши. И после этого написано, что мы семь дней, вот здесь семь дней, у нас праздник Кучи или праздник Суккот. Так вот, это как бы такой календарь. Вот это праздники Господни. Все остальное, все, что мы, все остальные праздники, которые мы знаем, это Песа, Песа, Пури, Ханука, Тубишват и все остальное, это не Господни праздники, это еврейские праздники. Они просто распределяются в остальные периоды, которые отмечены на этом календаре. И мы с вами находимся сейчас вот здесь, в завершении. И давайте мы поделим этот круг еще на пару секций. Если вам, конечно, не скучно. Поделим его на пару секций. Какой месяц празднуется праздник Песа? Даю вам подсказку. Нет. Как он еще называется, этот месяц? В Библии написано, как он называется. Помните? Не помните? Месяц Ави. Только перевод этого слова Ави, это не месяц. Это период. Окей? Это в переводе савиаза называется весна. Помните, да? То есть весной начинается что-то новое. Выход из египетского рабства начался весной. У нас начал начинается весной новый период сельскохозяйственных работ. Все начинается, природа пробуждается весной. Да? Согласны? У всех так. Здесь в Израиле это тяжело заметить. Но здесь в Израиле тоже есть Ариф. То есть тоже есть весна. После этого, когда у нас прошла весна, она заканчивается примерно вот здесь, у нас начинается какой период? Лето. Лето у нас есть праздник, который называется Шавот. И он длится все лето. И первое здесь это праздник приношения первых плодов полевых. Да? Приношения снопов. Там молоко здесь принято выставлять на стол. Там яйца. Первые плоды сельскохозяйственного года. И дальше у нас есть окончание сельскохозяйственного года, наступление осени. То есть это вот у нас второй период. И третий, о котором мы сейчас с вами говорим, он заканчивается как раз примерно в последний день праздника Суккот. Вот он этот период. Вам видно, да? Вот он. И в эту осень мы заканчиваем сельскохозяйственный год. То есть все, над чем мы трудились всю весну, все лето, и пришли к моменту жатвы, мы приходим в период, когда мы должны это все закончить. Цикл должен завершиться. И когда цикл завершается, представьте себе, что вот помните, в Советском Союзе по новостям говорили, когда начиналась жатва, говорили, началась битва за урожай. И там комбайны днем и ночью все эти, там комбайнеры, засыпали в закрома родины. Помните, да? Здесь это то же самое. Тоже засыпали в закрома, только без комбайнов. Окей? Тоже в закрома родины засыпали. И так было везде. Везде, во всех странах Ближнего Востока. Так было. Такой календарь был приемлем для всех. Я это взял не из собственной головы. Здесь есть такой город. О нем упомянуто в Писании. Называется он Гезер. Знаете, да? Недалеко отсюда, от города Рамля. Это один из городов, который царь Савамон поверил укрепить. Это было Гезер, Мегидо и Хацор. Да, три города было. Так мы знаем про этот Гезер. Мы его нашли здесь. И там есть такой календарь, который расписывает весь тепло сельскохозяйственных работ. И вот когда уже, вот, кстати, мы в последний, уже последний рывок. Нужно собрать жатву. Нужно работать с утра до ночи, в поте лица своего. И потом нужно прийти и посвятить неделю Господу. Семь дней. То есть нужно отвлечься от рутины. Вам тяжело, вообще, вам бывает тяжело, вот, придя даже на собрание, после тяжелой рабочей недели, прийти вот в присутствие почвы, успокоиться? Начать прославлять, не просто руки поднимать и петь, а в это время думать, что у вас там молоко убежало. А реально просто отвлечься, отойти от рутины и прославлять Господа. Бывает такое, что тяжело? Бывает, да? А представьте себе, что человек так три месяца пашет, просто пашет. Ему нужно прийти в присутствие Божьего на семь дней посвятить свою жизнь Богу. Тяжело, правда? Поэтому этот период у нас, прежде чем прийти посвятил Богу, нужно пройти три этапа. Первый этап, мы уже с вами о нем говорили в прошлом шанат, это день трубного зова. В Писании написано в псалмах, блажен народ, слышащий трубный зов. То есть, это взывание, когда Бог говорит, алло, хватит, стоп. Период жатвы закончился, теперь пришел период покоя. Период покоя, это когда я хочу, чтобы вы пришли и со мной вместе что-то делали. Чтобы вы со мной вместе веселились, чтобы вы передо мной ели. Придите в мое обитание, чтобы хорошо поработать, так как у Высоцкого. Мы славно поработали и славно отдохнем. Да? Окей. Теперь. Пересаживайтесь. Теперь. Следующий этап этого периода окончания жатвы называется емкий порт. Суббота смирения. Прежде чем войти в Божье присутствие, нам нужно очиститься и омыться. Потому что написано, что ничего нечистого в Божьем присутствии быть не может. Даже Бог говорил, обувь свою сними, потому что место, которое ты стоишь, на нем свято. То есть там, где появлялся ангел Господень, а тем более вообще вся шахина Божья, это святое место. Нужно было омыться, чтобы грехи были прощены. И поэтому был этот праздник, но я не буду повторяться, о нем я достаточно проповедовал в прошлый раз. Но третий этап, заключительный, это когда мы уже услышали трубный зон, мы сказали, окей, все, жатва закончена. Смотрите, как в притчах написано. Сначала закончи работу в поле свое, а потом устрои свой дом. Нельзя делать и то, и другое. Мы прошли эти два этапа, мы с вами дошли до праздника Курщи, где Бог пишет, в первый день священное собрание никакой работы не делайте. А до этого же он пишет, что эти семь дней будут Господом. Дальше написано, в течение семи дней приносите жертву Господу, на восьмой день священное собрание, это будет у вас, приносите жертву Господу за отдание праздника никакой работы, за отдание праздника работы не делайте. И дальше написано, вот праздники Господня. Но мы знаем, что за праздники, что они символизируют, эти праздники Господни, в том числе праздник Суббот. Бог заповедовал этот праздник Суббот в честь того, чтобы мы не забывали, как нам было плохо в пустыне, когда мы выходили из пустыни и жили в шалашах. Но при этом, как написано в песне Моисееве, что сорок лет вы блуждали по пустыне, и не было боли в коленях ваших, ну то есть колени ни у кого не болели. Да? Обувь не ставтывалась и одежда не сносилась. И всегда было что поесть. Некоторые эпизоды были, когда из ушей лезли уже что поесть. Да? И теперь, когда Господь уже привел нас в землю обетованную, Он говорит, а теперь просто, чтобы вы помнили, как это происходило тогда, что я никогда вас не оставлял. И у вас тогда было по моей благодати, а сегодня по вашему труду. Да? У вас есть теперь что есть. И представьте себе, кто смотрел фильм «Ушпизин»? Очень рекомендую посмотреть, как раз сейчас «Сукот». Очень рекомендую посмотреть. Конечно, «Ушпизин» называем. Очень приукрашенный фильм про хасидов, конечно, очень приукрашенный. Тем более, там рассматривается такая секта, как этот вот Нахман, Нахман, Рав Нахман. Да? Они, кстати, поклоняются конкретно Раву Нахману, они, по-моему, Богу не поклоняются, чтобы вы понимали. Вот. У них все гимны Рави Нахману, они там все поют, что Рави Нахман, небоскоряк, это связано с тобой, спаси меня, исцели меня, как-то так, короче, вот такое дело. Ну, тем не менее, ладно, неважно. Там показывается человеческая сторона жизни в таком вот сообществе. И там очень хорошо показано, что, несмотря на то, что эта семья была бедная, она была бедная. И мне чего было есть, они в последний день искали просто даже на что купить еду, просто поесть уже, не на то, что там стол для гостей, например. И по-разному там понятно, что там показывается, что у них не с неба, конечно, это шалаш упал, они где-то его украли. Причем он-то по своей, ну, простоте забрал, валяется и валяется, взял и забрал, оказывается, он чей-то. Тому он же не нужен, на самом деле, но он и не заявлял, что, типа, берите, кто хотите. Он возмутился, как это без спроса взяли. Но это еще раз подтверждает, что все, все, все божье, на самом деле. Вся земля, моя, золото, мое, серебро, мое, как написано. Но с другой стороны, так получилось, что им хватило и себя прокормить, и еще двух вот этих вот проходимцев. Прокормить. Причем, как прокормить, они там и шашлыки, и мясо, и все, что хотите, да? А на самом деле, вот еще мы видим, как за сутки до у них просто нечего было есть. И Господь напоминает нам, что даже если у нас будет какая-то малая нужда, когда мы придем кушать все во шаг перед лицом Господа, вот Господь восполнит нам это все. И не важно, успели ли мы здесь много посеять или мало, ведь поля-то были у всех разные. Но Господь, написано, восполняет всякую нужду. И поэтому Он говорит, если вы посвятите себя Мне, говорит Господь, то Я приду к вам навстречу. Не бывает такого. Знаете, вот люди некоторые заявляют о том, что... Ну и где ваш Бог? Почему Он не приходит ко мне? Я же Его зову. А Писание говорит нам во всех местах, что Бог говорит нам, воззовите ко Мне, и Я услышу. Вернитесь на пути Мои, и Я вернусь к вам. Бог никогда не говорит, что Он придет просто так, потому что нам так захотелось. Он хочет, чтобы мы возвратились на Его пути. Я с этого начал сегодняшнее служение. Что было пророческое слово сегодня утром. Что Господь говорит, я покажу тебе путь твой. Покажу тебе, как двигаться по нему. И покажу тебе, и никогда не упущу тебя из виду. Это Псалом 31, 8 стих. Никогда не упущу, говорит, тебя из виду. И мы должны просто услышать трудный зов. Очиститься перед этим. И посвятить эти дни Господу. Почему? Потому что дальше, смотрите, наступает период зимы. Период зимы, это период, когда мы ничего не можем делать. Это суровое время, когда то дождь, то холодно, то снег смывает посевы, смывает то вес наводнения. И для чего мы готовим это все на протяжении всего этого? Чтобы вот здесь восстановить силы. Потому что нас ждет великая жатва опять. И поэтому Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Мы все с вами устали, мы все трудились. Каждый из нас говорит, ну когда же это кончится? Я говорю, да я отдохну уже. Хорошие новости заключаются в том, что отдохнешь. А еще лучшие новости заключаются в том, что только на том свете. А пока мы на этом свете, у нас цикл не прекращается. Пока не придет Господь. У нас сейчас период восстановления сил. Для того, чтобы на следующий год выйти на новый цикл работы. И будет новая жатва. И возможно вы покаялись только в этом году. И вы будете в следующем году пожинать то, что посеяли другие. А возможно вы посеете что-то или посеяли в этом году, что на следующий год будут пожинать другие. Но вы должны понимать, что все это в конце концов в шалаше придет от Господа. Это Он распорядится. И последние будут первыми. И все это пророчество говорит нам о празднике Суккопа. Я не слышал нигде, что в небесном Иерусалиме люди будут стекаться, чтобы праздновать Песах. Не написано такого. В Писании не написано. Не написано, что будут праздновать Пятидесятницу. Или что вот. Не написано. Но написано, что будут приходить народы на праздник Суккот. То есть у этого праздника есть какое-то пророческое, очень мощное влияние на всю церковь, на все тело Божье. И вот то, что мы сегодня видим здесь. Анатолий и Анатолий, которые приехали из Хабаровска, летели к нам через Норвегию, плыли через Финляндию. Потом пешком пришли из Москвы, до Иерусалима. А потом к нам пришел Мецеон. Приехала к нам сестра Малика. Она не из Франции, на самом деле. Я вам объясню сейчас это. Она из Алжира. Откуда имя такое? Она из Алжира. И она не может. Она просила. Она разрешает записать ее свидетельство. Она не разрешает им делиться. По одной простой причине ее посадят в тюрьму, если увидят ее, что она проповедует в Израиле. Для нее это запрет ехать в Израиль. Понимаете? Люди, вот это называется посвящение. Человек, зная, что ее может ожидать у себя на родине, она все равно едет туда, где благословленное место, где земля, на которой она стоит, святая. И вот это пророчество о Суккоте сбывается. Сюда приезжают люди, которые готовы, называется, как в Писании Иисус говорит, которые не пожалели своей души даже до смерти. Вот пророчество. И оно не просто так здесь на Суккоте находится. Это не стечение обстоятельств. Я вообще в случайности не верю. Оно здесь потому, что у Бога есть какой-то конкретный план. И может быть план прямо на сегодня, в нашу жизнь. Может быть план на сегодня, в жизни тех людей, которых она сегодня встретит вечером по дороге туда или по дороге обратно. Мы не знаем. Но мы должны доверять Господу. Он покажет нам путь. И Он никогда не упустит нас из беды. Аминь. Аминь. Я хочу пригласить сейчас сюда нашу гостью побориться за нее. Я хочу пророчить за тебя. И я хочу помолиться за тебя. Если бы ты хотел, ты могла бы сказать несколько слов о своем свидетельстве. Потому что это очень пророчески, что ты приехала из арабской страны. Ты приехала из арабской страны и сюда в Израиль. И в твоей стране наша страна является врагом. Но мы здесь вместе будем молиться одному и единственному Богу. И этот Бог привел своих любимых детей сюда, в Израиль. И в этот период Суккота. И в этот период мы получим Дух Святой. В наше сердце. И в наше служение. Потому что у нас есть один горький Бог. И Его Сын Иисус Христос. И Дух Святой. Который дни и ночи молится за нас. Ловит нас. И совершает многие вещи. Чтобы наши жизни были благословены. Я хочу помолиться за тебя. Буду молиться на русском. Тебе не нужно перевод. Ты будешь понимать это в Духе. Но я верю, что Господь коснется твоего сердца. И будет хранить тебя весь путь отсюда, во Францию, в Алжирию и назад. И это будет не последний раз, когда ты пребываешь здесь, в Израиле. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Я прошу тебя сейчас, Господь. Во имя Иисуса Христа. Просто будь здесь, Господь. Как ты сказал. И мы будем сейчас благословлять ее. Благословение Маарона. Когда я сказал, что ты будешь хранить нас на путях наших, на входе, на выходе. Благословлять все дела наши, Господь. Все дела рук наших, Господь. И нам не надо будет беспокоиться о том, что говорить. Потому что ты, Господь, будешь говорить через нас. Господь, я просто прошу тебя прямо сейчас. Коснись этого места. Коснись ее сердца, Господь. Коснись ее Бог. Для того, чтобы с сегодняшнего дня. Все, что она будет говорить. Будет как обоюдово стремечь. Потому что Твое Слово есть такое. И Твое Слово будет исходить из нее. И она будет просто сеять его в сердца людей напрямую. Минуя всякие преграды. Всяких сторожей дьявола, которые охраняют души. Господь, и ты будешь прославляться в веках и народах. Благословаться благодаря этому служению. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю ее. И прошу тебя просто, Господь. Наполни ее сердцем. Дай этому огню просто прорываться через все преграды дьявола, которые он устроил на ее жизни. Я разрушаю твое имя Иисуса Христа прямо сейчас. В согласии с моими братьями и сестрами. Господь, проповедуй нам. Говори Евангелие в наше сердце, Господь. Благослови нашу сестру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.